сегодня у нас гость гостья из германии и ну она может быть представиться нам давайте меня лана бургер а бургер это немецкая фамилия моего бывшего мужа понял а в девичество кем были была русской переселенкой ну типа ну да фамилия была такая типа иванова типа кондратьева понял годится ну а теперь бургер буржуазии такая хорошо так и чего там в германии я вышла замуж живу уже 21 год германии раньше я жила около барнаула так вы у нас может сказать алтайская алтай это алтайская хорошо как там на алтай это я уже давно там не было не езжу россии ностальгии нет полтора и нет училась в томске в томском мединституте на кого на детского врача но выучились не доучилась так и переехала в германию ну как-то это было время перестройки понимала михаил сергеевич горбачев сказал время перестройки все нужно менять в томске исчезла всего все что было все что было где вы немца нашли бургера где нашли я жила в калининграде я не доучились на врача да не потому что замуж вышли потому что уехали в калининград да хорошо так а там откуда немцы там живет только на кладбище но они приезжают настоящие немцы которые там жили они смотрят свои дома бывшие там остались некоторые дома ну да и по экскурсиям ходят и в общем родным местам вы знаете мне что напомнили я вчера с приятелем беседу и он мне рассказал как он восьмидесятом году восьмидесятом приехал в командировку справу а дело было воскресенье его должны были встречать но они что-то перепутали и никто не встретил и он значит на вокзале никого нет и там но он пытался найти кого-то кто по-русски говорит и там шел человек какой-то и тот по-русски да он говорит скажите он где здесь советская комендатура где дорога на берлин да да и он значит да тот посмеялся и отвел в полицейский участок а там уже его связали на хорошо ищет там дома в которых раньше жили да господи так и вот такого вы немцы и встретили ну да да там было очень легко познакомиться даже местные населения учат немецкий язык чтобы с ними они приходят в гости там и есть мир так все и церкви немецкие приезжают туда с миссионерскими понял то есть живя в калининграде друзья легко оказаться в германии ну как нужно для этого что-то сделать да ну я не спрашиваю что вы для этого сделали познакомилась вышла замуж и где вы там германии то я жила в нюрнберге в основном как там потом сейчас я живу штутгарте но в нюрнберг как нюрнберг очень спокойный город есть студенты но есть там есть все там иностранцы какие-нибудь если вы зайдете там метро обязательно услышите русскую речь подойдите а там метро есть маленький город большой большой метро ну метро везде есть почти ну как это называется уба да конечно да он ходит под землей как метро хорошо значит в нюрнберге пожили а чё делали училась на физиотерапевта так выучились выучилась а это врач или это как-то это наполовину врач это германии не врач но в сша это врач вот хорошо так вы работали по профессии то конечно я и сейчас у меня свой бизнес так сказать физиотерапевтический у меня кабинет физиотерапии но вы не снимали его не мануально мануально тоже можете мануальная терапия тоже можете лимфодренаж как вы спустите руками руками это мануальные теле то что вы там кладете чека на железяку и она там вибрирует нет нет я против этих машин и лечебная гимнастика это разные есть техники расправления мышц я как-то тут джиме туда-сюда и тут меч это с плечом была проблема и мне туда кололи как это называется кортизон до гидрокортизон туда кололи два около одного не хватило и потом меня гоняли вот на эту гимнастику абсолютно полностью я даже не не могу сказать что что-то осталось есть разные упражнения лечебные да я буду в косяк двери вот так упирался этим делом это можно искать за это платит нормально или так себе ну сравнительно нормально можно да но если я самостоятельно так сказать я шеф сама себе да и начальница платит это оплачивает рецепт от врача страховка платит страховка платит страховка ничего платит или так ну средне можно жить можно можно хорошо а вот вы как человек из как бы сказать не немецких корней вы ощущаете на себе какой-то негатив со стороны вот коренного населения коренное население немцы то есть они всегда критически к любому иностранцу даже вот француз как мать или англичанин все равно они ну конечно они гражданину сша или англичанину будут лучше относиться если он так сказать там имеет право работать все это хорошо вот но иностранцы которые русские или русскоязычные они считают что мы отнимаем как-то их рабочие места хорошо а вот такой вопрос допустим вот немцы которые репатриировались из из российской федерации которые жили в казахстане тогда бывшие полоски немцы они тоже как бы вот такие фолкс дойчи не совсем полноценные или они нормально совершенно они восприятия они их не принимают за немцев нет нет они их принимают в основном за русских ну подожди они знают что это из румынии и румынии же много немцев уехала да и сами румынские немцы они считают себя как-то при подвину в экранчик вы так сходите ко мне говорим все нет они считают себя более немецкими чем русские или румынские румынские считают себя более немецкими чем казахстан казахстан это правда все-таки румыния была в австро-венгерской империи это уже почти там но многие румынские немцы говорят хорошо по-немецки потому что они разговаривали там на своем диалекте вот и многие говорят на вы знаете что когда мы уезжали в сша это было в девяностом году аэропорт череметьево тогда превратился такой громадный цыганский табор то есть когда-то был такой чистенький аккуратненько аэропорт а в это время ехали немцы из казахстана да и поскольку в москве негде было жить а процедуры занимали несколько дней оформления значит они приезжали и прямо жили в этом вот в аэропорту жили там они на полу там расстелились туалет было зайти невозможно это было как душевая то есть они там все там мылись и абсолютно нормально говорю по-немецки вот так заходишь в аэропорт а весь аэропорт вот это весь табор говорил по-немецки у меня было ощущение что по-русски не могут многие многие это говорили и многие знали от бабушки там диалект тоже швабский диалект допустим вот но многие немцы женаты на русских и многие дети уже не говорили по-немецки уже забыли хорошо или допустим мне одна вот недавно женщина рассказывал как они из казахстана вылетали они приехали в алмату по моему в аэропорт и должны были лететь по моему в ганновер не важно но подошли к ним так сказать заочно как-то казахстанские полицейские говорят вы заплатите по 300 евро или у вас найдут наркотики да ну естественно и заплатили да это понятно но значит будет что вспомнить что детям рассказать значит это хорошо у нас тут много патриотов казахстана на канале они когда кто-то что-то скажет такой негативный они так ругаются и возмущаются вот ну в конце концов заплатили 300 евро да что от них отвалится правда вот значит теперь как в целом вот это вот русская русскоязычная эмиграция вот это много сейчас германии да там и они в евреях пытаются там привлечь и фолькс дойче давно уже говорят говорят что берлине 300 тыс народу русскоязычного может быть даже и больше ну вот 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 как они вообще живут они больше на волшебе или они больше норовят все-таки работать устроен кто приехал после сорока пяти постарше постарше они многие на на социале как вашей социальной помощи то есть они не могли работу найти не могли или не шибко старались многие и не старались но уже кто после 50 лет они совершенно уже были выброшены а пенсионный возраст какой в германии 67 как у нас тут сейчас сделали я просто когда раньше был 65 я когда был германии ну какое-то время назад там 10 лет назад и там я такое слышал мульку типа там люди не работают человек по 10 по 15 уже не работают я хочу вам не работать и они говорят а вот они сколько они нас там поубивали вот пусть теперь платят до во время войны такая типа они нам как бы должны получать но есть такая такое отношение к евреям что некоторые немцы немножко боятся их упрекать даже словесно не болит корректно но нас они не боятся упрекать если если еврейская миграция на вэлфере то это нормально а если допустим вот русские то из-за чего но просто нужно на этом вэлфере там есть у каждого свой консультант нужно доказать что ты не можешь устроиться на работу нужно посылать какие-то там запросы как сделаются и ну понятно понятно что нужно формально если никто не берет то куда деваться она вэлфер такой жирный то есть можно жить но оплачивается очень хорошо оплачивается квартиры страховки так и даются деньги а вот эти я извиняюсь но то что сейчас вот наехали там из сирии из северной африки вот которых обвиняют что они там всех уже изнасиловали если их и их как содержат по хорошему стандарту они никого не изнасиловали это отдельный разговор но вот вот люди вот эти если политики это политическое политический беженец если они признаны получили статус да получили статус признанного беженца все им полностью оплачивается то же самое хорошо потому что евреи тоже беженцы точно такой же статус ну да а те люди которые приехали обратились за статусом но еще не получили они тоже нормально живут они живут в каких-то общих комнатах где мало места может быть какие-то дома специально для политических я поймут идет как бы сказать они водиломки такие типа лагерей там просто как общежития понял ну хорошо то есть вы хотите сказать что когда человек живет там в нюрнберге или в данном случае в штутгарте нет такого вот у местного жителя нет такого ощущения что вот эти вот по наехавшие они себя как-то неадекватно ведут потому что в прессе много пишут это делается специально пропаганда делается мою так сказать моя информация немецкая пропаганда или других странах вот в россии об этом много пишут но в германии но российская пропаганда влияет на немецкую пропаганду даже так и это эти случаи там какие-то допустим в кольне были эти старшие там на новый год это было какие-то проплаченные люди и это были не беженцы потом когда же заарестовали выяснилось что это были люди из северной африки это были марокканцы которые уже там живут много лет и они не беженцы они там неизвестные другие люди были да и поэтому так сказать почему делалась пропаганда чтобы народ наш немецкий немецко-русский чтобы шли выбирали правые партии право популистки я понял то есть поэтому в россии популярна на западе плохо у нас хорошо русский президент поддерживает их напрямую про правые партии да ну что же хорошо значит может он деньгами там как потому что них мало денег напрямую деньгами поддерживает известно ли пен и этого миски ну хорошо значит давайте так но мы же с вами не где-то в штутгарте друзья не где-то в мюнхене мы не пьем пиво понимаешь сардельками которые так кусаешь они прыщатся здесь рядом продавить есть немецкая двери очень хорош а вот там были да да заходи за нормальный ассортимент у них там очень хороший но это мясо друзья прямо у вас прямо возле нашей школы 10 минут немецкая колбаса они там прям на месте все делают у них цех свой они делают я я когда захожу мне больше нравится на жизнь там лежат немецкие там их много и они продают они очень дорого это все даже на дают очень друг в других местах подешевле там по-настоящему настоящий там как положено я забыл уже там маркетинг но я с ним поговорила по немецки да хорошо откуда вы вот испанский знаете а неожиданный вопрос откуда да мой муж кубинец так что вы от него научились да я с ним я не учила специально испанский только вот с ним начала общаться и возвращаясь к затравке значит все таки я говорю мы там не в штукверте каком а вот мы в кремниевой долине у меня вот за спиной написано силикон вал и войс возникает вопрос каким образом значит у нас наши гости оказалось вдруг в кремниевой долине а мы еще между телом узнали что муж кубинец инициатива была с моей стороны приехать в сша а вы наш зритель вообще да и я вас это наше зритель больше года так ну как я хочу быть мы позволяем мы повлияли на ваше сознание нашим каналом абсолютно расскажите как фильме секрет да смотрелось неоднократно получилось совершенно случайно но я считаю что это как бы такой каузальный пример что я мечтала что о чем-то высоком высоком до светлом интересном вчера воскресенье встречалась со светланой кав эти воскресенье уже иммиграционные адвокаты работают потому что будних дней и не хватает друзья так ну и чего подождите . вы смотрели смотрели наш канал потом вы посмотрели на мужа кубинца нет я мы уже семь лет вместе правильно вы сначала у вас появился муж кубинец потом вы значит он как бы типа удрал из кубы но он давно живет в европе он жил в испании где вы с него познакомились мы в германии если вы с такой из германии он по-немецки не говорит он они делали концерты музыкант да он поет тоже да он певец играет и играть на гитаре вас весело да да он сочиняет песни и я просто была случайно в этом ресторане где они играли и группа испанская а на каком языке и они некоторые среди них говорили по-немецки потому что они жили в германии и так мы через переводчика немножко решили даже не говорить нет но не так сразу ну потихоньку познакомиться потом я начала испанский учить и в общем друзья все чего так и не бывает когда живешь где-нибудь штунгерте или там испанский очень легкий язык для русских это правда легкий потому что произношение как по-русски и читается многие так говорят что действительно язычок то несложный в америке очень пригодится пригодился уже так в любом учреждении везде люди есть которые говорят супермаркете в банке в банке даже нас так встретили что и обняли и и пожалели велсфарга велсфарга значит что хочу сказать стали вы смотреть наш канал а вы уже шесть лет у вас муж кубинец да и вы смотрит наш канал и думаете а чего действительно муж кубинец а я тут сижу нет да я до этого знала что какие то есть возможности для кубинцев в америке вот и специально никто не мог сказать какие же есть имеют ли право кубинцы остаться так и когда мы спросили светлану каф так так что я ей показал этот закон и она сказала да действительно это так и есть как написано давайте сюда вашего кубинца будет был кубинец станет американец кубинцы имеют право получить грин карту так в америке через год по факту попадания в америку да они должны год прожить в приезде они получают автоматически номер то есть грубо говоря так вот сейчас вашему уже какой-то номер дадут да не то что он какой-то вот там должны типа получать политическое убежище а он получает номер с этим номером год живет потом тебе грин карта друзья многие из вас которые еще не кубинцы должны задуматься над этим фактом есть возможности познакомиться с кубинками но это я даже не имел ввиду ну вообще может быть всякая в кубинцы есть случай такой что я нашла видео даже не в интернете нашла статью что парень он наполовину украинец а папа кубинец и он пошел консульство сказал я в кубинской в украине сказал я хочу кубинский паспорт репатриироваться хочу они ему дали кубинский паспорт и он попросил потом политического убежища сша сша получил получил живет майами он на ютюбе есть а говорит по-русски говорит по-русски или по-украински по-русски так что друзья вот открывается неожиданная перспектива для тех у кого есть доступ а если вот вы не если когда вы уже перебазируетесь вы не хотите больше эту мануальную терапию да в этом то весь и был замысел что я подумала что это за профессия тестер вот хотя все мне с россии с украины кричат это тестировщик не тестер а тестировщик друзья бач меколы як москали тестера называют як тестеровщик а знаете как они в украине называют тестувальник тестувальник это я слышу по убывав бы видела с любой с любой да да какая любая а теперь в компании работает там порнографический продукт да она пошла на повышение что там google понимаешь google что там а теперь кей менеджер и у любые я прошла курс тестировщика здесь прорекламировали я честно говоря не ожидал а вы из германии брали курс онлайн онлайн ну как там ну как на украинском на русском на русском так там были из россии тоже педагоги и педагоги ученики но ничего ну как я конечно все это забывается когда практике нет то есть мы просто вам как даже я как как пап родной это это еще любом показали и у меня такое было сначала был вопрос что это за профессия тестеры тестер я дуров шик да думаю что это что это я буквально ваши видео все перелопатила вы что оказала что когда вот и я думаю ну по моему мне это интересно да вы же так все тестируете вот и тем более что я делала сама страницы раньше что да и я даже интересовалась какие есть возможности работать дизайнером или кем-то еще с компьютером что у нас с английским да все будет хорошо я уже понимаю и то что вы сейчас вот говорили где с кем-то по интернету я да я я со студентами в онлайн классе которые там у нас есть такой воркшоп который в принципе кристина ведет наша сотрудница московская но она как бы сейчас у меня на тренинге находится и вот мы вместе ребят готовим к интервью расскажи об этом расскажи о том там с комментариями и просто значит вы когда пришли мы заканчивали вот эту сессию я все поняла а сказать можете я еще говорю плохо просто я не не хватает произношение правильно нужно учить учить когда я сказал либо входе это я сказал похоже похоже очень еще немножко подкартавить и все очень хорошо да ну ладно я в немецкий учил в школе ты господи немецкие и английские похожи много общих слов и испанских слов сужья даже я кандидатский минимум по сдавал за это был момент смешной они не текст дали а это была аспирантура по педагогике по пед наукам такая она не общественная конечно окна типа и они мне дали текст какой-то и говорят ну вот прочитай текст и и так в двух словах скажи о чем там примерно и я взял текст а он был такой партийный ну такой вот просто невозможен и я просто им стал читать с листа по-русски и они так почесали и выгод на джигать чек с техническим образованием а как-то вот тоже может к этой поставили четверку правда я и отправили вот так что вот такие на этом на и отношения с немецким языком закончились ну вот я по ним немецкий как выучила я в школе конечно учила немецкий но дело в том что когда я приехала в германию я просто начала говорить правильно неправильно я просто беру словарь нужно слово посмотрела и иду и говорю стихи же мы учили гейны учили слушай лореляй учили на память я помнил гейны очень сложный сложно или гет и гет и сложный у меня был приятель один я ему показываю там стишок я бы смотри я бы смотрю странно вот говорю все слова понимаю аж а вместе чего не понятно он говорит миша он где-то ты русскую поэзию возьми ты чё пристал к автору возьми русскую тоже ничего не поймешь вот переводить тоже сложно 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 но я думаю что вот я буквально вчера прочитала одна женщина переводит там статья интернете что нужно заучивать допустим какие-то диалоги или какие-то модули каждый день обязательно учить кто это переводил не знаю что осталось со мною печалью душа смущена там было два перевода очень разных ой все друзья все не 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 это они не 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 это это диалект митши ше не 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 ну хорошо друзья значит мы будем как называется спикать нежели хорошо и как уже по-английски когда я прилетела в лондон так мне ужасно понравился язык я не могла разбирать отдельные слова но по звучанию по мелодии я все-таки чувствовал что это английский муж музыкант поэтому акцент проникаете и красиво красиво какие планы рассказывайте на жизнь ближайшие придется вернуться мне в германию и еще поработать и потом месяцев через пять шесть уже насовсем такой вопрос муж он какую работу себе представляет у него в голове чего-то музыканту певец а вот какой-то там мексиканский банк бэнд какой-то там найдет или как он собирается он играет сальсу румба но можно же вот и проигрыватель поставили вчера были вот музыкальных барах а ходить сан-францисто ну и кое-что нашли и нашли там есть такое кафе радио хавана или радио куба вау и встретили женщину которые там работают она по-испански с нами до американка да она тут же обрадовалась там сейчас мы пойдем будет концерт какой-то кубинец тоже будет артист там выступать из кубы или местные из кубы и познакомимся посмотрим как там дальше ну то есть уже как у них уже есть программа расписано на четыре-пять месяцев у кого у этих баров музыкальных программ чего расписано когда мы в какой день музыканты играют я понял то есть он они его может быть впихнут как-то в программу но получается история какая ну что же хорошо а у на youtube есть у вас есть как как его там найти фидель хернандес гонсалес я подозреваю что с таким именем много народу будет ну конечно и фидель распространенное имя и фернандес по испански говорится эрнандес вот эрнандес гонсалес в общем я боюсь что и того и 1 2 3 довольно много но понятно то есть у вас свой канал есть хорошо скромный мужик я вот его видел он тут приходил когда ребята только приехали это вот кстати тот самый человек который мы должны были встретить но не встретили в аэропорту после долгого перерыва я собрался сейчас кого-то сейчас как встретим их там они ни в какую не встретились и в общем давно хотя бы сообщили уже уже с немецкой пунктуальностью знаете так вы живете сейчас в сан-хосе нет ну а где вы что что вы сняли комнату почему почему комната 900 но двоих подождите а там отдельный санузел или не отдельный нет там не отдельный так но комната реально изолированная изолированная в доме да то есть неплохо за 900 я понятия не имею совсем неплохо в косой части сануза где это это самый такой дальний уголок на юг туда если вот по карте смотреть вот здесь где-то я понял ну вы просто часто ребят спрашивает а поскольку за сколько можно комнату снять но вот я так знаю что у нас тут если неподалеку то комната но правда с отдельным туалетом там это может стоить там еще 300 1400 но не мы должны выехать оттуда ну вы наверное просто службе на airbnb сняли да а когда должны выехать максимум через два месяца два месяца не так плохо слушать и живучи это уже неплохо то есть если можно за такие денежки снимать это неплохо а муж вас освоился уже сейчас увидите а у нас волосы с транспортом как вообще жизнь он может тоже ездить на машине и по машину нету ну да можем купить ну да в общем короче друзья мы будем посматривать я сняла машину села и поехала по америке оба германии ездили есть уже кое-что уже кое-что по германии ходишь там это звезду желтую повесят и ходишь ли как тихасский рейдж я кстати один раз видела в нюрнберге в этом метро сидит дядечка такой уже 70 и на груди огромная давидовская звезда но не то что не вышитая просто из металла такая большая но это тоже сейчас с карабатом тоже небольшие любят нет это он по моему как-то выпендрил хочет показать русскоязычные евреи говорят мне я бы так не смогла нет я так что не могла ну так показывать звезду звезду да то мало ли чего мы же знаем что они могут конечно да ну хорошо давайте мы отпустим вас это замучили женщину она еще никого сегодня не массировала в общем мои мысли были что массировать или делать гимнастики 67 лет это вообще не столько я вам скажу такую вещь пока вы английский то получите вы можете тут на мануалить как следует за это денежка хорошую платят и в общем это это неплохо но мне нужно здесь подтверждать ну на русском маркете вы можете пока не особо подтверждают да вы можете там не на жизнь хватит если вы так еще можете вцепиться туда и вы не размять пойти разбить а есть что-нибудь такое вот такое например для улучшения например сахара ну скажем если там диабету человека можно от него а что можно его сделать куркуму пить нет а вот руками руками диабет не лечится а куркума это что приправа это растение куркума ту ту мерить ту мерик ту мерик там я не подействовал не подействовал противная штука даскать да я так ел нет но есть порошок и спрашиваешь а я так он продается тумерик есть умерик ладно друзья а они они веселым в другом сюжете где-нибудь мы расскажем вот может эти руками может тоже так знаете а после этого мять руками нельзя а вот если так под руками делать то можно наверное и диабет тоже так если не касаться но я аюрведист еще аюрведа да вы чего а где вы набрались этого я училась у индийского врача так и он живет в германии так вы хинди можете нет по немецки училась но вся аюрведа основана на лечиться растениями приправами питанием но реально получалось что-то кого-то исцелить ну да конечно от чего можно даже не как сказать не то что исцелить но если болезнь серьезная на начальной стадии то можно исцелить если уже запущено то можно значительно улучшить я кстати фразу прекрасно слышал вчера что в борьбе за жизнь значит пациента победили врачи жизнь отступила да ну хорошо да опять мы что-то грустно давайте мы так договоримся вы вообще когда собираетесь домой то 21 ну то есть через там недельку мужской давайте вы когда уже прийти потом вот может ваш муж что-то уже будет вовсю там час бандить и уже тут состоится споется вы тогда сразу к нам и все всю правду сразу давайте на вас только и надежда нет можно сказать что вы нас сюда до причина причина переселили на светлане как теперь вся ответственность друзья а там кроме вас то еще люди были какие-то воскресенье того все но за нами кто-то пришел тоже у меня кто-то кто-то говорит вот никак не могу дописаться никто не отзывается я с ужасом представляю там какая сейчас у светланы загрузка ой господи а там же еще девушка у них есть да в офисе мы ее не видели их там их там двое теперь стало мы видели только мужчину мужчина это отдельно там да ну что же давайте вот что сделаем давайте вы же смотрели наши видео сами да интервью разное давайте так ручкой помашем единственно перед этим я спрошу нет какой-то немецкого анекдотика может быть анекдотика есть давайте а потом уже мне по-русски расскажу да конечно но я только знаю один анекдот давайте попадает мужчина в ад ему говорят куда ты хочешь социалистический лагерь или в капиталистический воду до начала хорошая но я пойду в капиталистический пришел там значит весь день вечеринка пьют гуляют наркотики женщины в общем вино рекой весело музыка вечером всех на крест и гвоздями прибивают говорит я пойду тогда в капиталистический лучше почему если она как-то там может быть люди капиталистические ему говорят подожди останься иногда здесь нет дерева иногда нет гвоздей в социалистическом окей я понял то есть есть свои преимущества да это знаете что я тогда уже тоже расскажу анекдот рассказывался на излете советской власти к семидесятилетия совет ссср там праздную значит говорят в сахаре решили построить коммунизм и все делали по науке то есть установили советскую власть первое потом провели коллективизацию индустриализацию культурную революцию не подсказывает культурную революцию и совсем уже было построили коммунизм как на семидесятом году советской власти начались перебои с песком вот так что это немножко да ну что же хороший анекдот мне нравится давайте мы на этом деле расстанемся так машем ручкой и говорим пока пока